Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий персик и сегодня мы с вами продолжаем отмечать масленицу. Мы будем готовить классный блинный тортик. Итак, для блинов нам понадобится мука примерно 250 грамм, 600 миллилитров молока, сахар примерно 2 столовых ложки, 2 яйца, соль щепотка, сода примерно 1 чайная ложка, кипяток 100 миллилитров, растительное масло примерно 2 столовых ложки, лимонная кислота или лимонный сок примерно половина чайной ложки и для крема сахарная пудра, сливки для взбивания от 33 процентов и любой сливочный сыр без добавок. Мы с вами сейчас будем готовить тесто для блинчиков, а потом сделаем крем. Поэтому мы смешиваем в глубокой миске муку, соду и лимонную кислоту. Я беру лимонную кислоту, но в принципе вы можете использовать лимонный сок. И смотрите, у нас раньше почему-то было принято гасить соду уксусом перед тем, как ее добавить в тесто. Это делать вообще нет никакого смысла, потому что реакция всегда происходит в тесте. Поэтому мы соду кладем, смешиваем вместе с мукой и просто добавляем лимонную кислоту. Если у вас этого нет, можно использовать просто обычный готовый разрыхлитель. Теперь нам нужно взбить яйца с сахаром и солью. Я это буду делать с помощью миксера. Если у вас есть миксер, тоже лучше взбить, конечно же, режим, но если у вас его нет, просто хорошенько заболтайте их с помощью обычного ручного венчика. Яйца мы взбили, сильно взбивать их не нужно. Вот до такого состояния, главное, чтобы сахар растворился. Теперь мы вливаем яйца в муку и добавляем половину молока. Молоко у нас холодной или комнатной температуры. И теперь все это перемешиваем до такого состояния, чтобы в тесте не было комочков. Тесто у нас сейчас, естественно, получится достаточно густое. Смотрите, сейчас тесто у нас получается вот такой консистенции. Что делаем дальше? Дальше мы берем половину молока, которое у нас осталось, разогреваем ее или кипятим, то есть молоко должно быть там горячее и добавляем в тесто. Продолжаем тесто перемешивать. Опять-таки нам нужно получить консистенцию однородную, чтобы в тесте не было комков. Теперь добавляем в тесто 100 миллилитров кипятка и снова хорошенько перемешиваем. Тесто нужно дать постоять примерно 15 минут, после чего мы добавим в него растительное масло. Финально перемешаем и будем жарить. И пока тесто у нас будет настаиваться, мы с вами сделаем крем. Напомню, что для крема нам понадобятся сливки для взбивания жирностью от 33%. У меня здесь осталось примерно, наверное, 350 миллилитров. Сливочный сыр, любой, без добавок. У меня вот такой вот крем-чиз. Здесь у нас 200 грамм. И сахарная пудра по вкусу я добавлю, наверное, 2 или 3 столовые ложки. Что делаем? Нам нужно сначала взбить сливки. Для этого нам точно понадобится миксер. Вручную этого, к сожалению, не сделать. И лучше, если у вас миксер будет не такой, как я яйца взбалтывала с насадкой, а нормальный, стационарный, мощный миксер. Потому что сливки, чтобы загустели, получились вкусные. Крем у нас не растекался. Миксер должен быть хороший, потому что взбивать нам нужно будет примерно минут 7-10. Наливаем сливки в миксер и взбиваем до загустения. Ну, наверное, все вы знаете консистенцию взбитых сливок, когда в таких баллончиках продаются. Когда на сливки взобьются вот до такого состояния, то есть нам не нужно их перевзбивать и получать масло. Когда сливки будут вот такие, мы добавляем сливочный сыр и дальше все это дело перемешиваем. И сразу же, кстати, можно добавить сахарную пудру. Вот посмотрите, какой у нас получился крем. Он очень вкусный. Его хочется съесть уже прямо сейчас, но мы его все-таки оставим для блинного тортика. Мы крем накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник. Если у вас в холодильник такая большая чаша не полезет, конечно, можно его куда-то там переложить. В принципе, можно оставить и при комнатной температуре, но мне хочется, чтобы крем все-таки оставался холодным. И продолжаем дальше печь блины. Тесто у нас постояло, пока мы делали крем. Теперь наливаем в него растительное масло. У меня здесь примерно 2 столовых ложки. И идем жарить на плиту. Чтобы получилось быстрее, я готовлю на двух разных блинных сковородках. Они у меня обе с антипригарным покрытием. Вот это вот наша российская кумара, а это типаль. Вот. Они у меня немножко разного диаметра, но как бы это ничего страшного. Поэтому сковородки маслом я не смазываю. Масло у нас уже есть в тесте. Жарим на среднем огне с двух сторон, здесь как обычно. Масло у нас уже есть в тесте. Две сковородки разного диаметра, я их положил на разные тарелки. И теперь мы с вами будем собирать блинный торт. Смотрите, мы берем блюдо, ставим его на стол. Дальше берем вот такую вот разъемную форму, кладем ее на блюдо. И дальше сейчас покажу. Часть блинчиков мы кладем вот так вот, чтобы они у нас захватывали верхушку и свисали по краям. Теперь сюда на дно кладем блинчик. Он уже у меня меньше диаметром, видите, он прям идеально подходит под форму. Если у вас блины получились большие, их можно обрезать аккуратненько по размеру формы. Если у вас формы вообще нет, можно собирать по такому принципу, просто выкладывая блины с топочкой, тоже получится очень вкусно. Теперь этот блин мы смазываем кремом и сверху кладем еще один, тоже смазываем кремом, и так до тех пор, пока все блины у нас не закончатся. Я сначала хотела намазать крем лопаточкой, но вот лопаточкой из чаши доставать удобнее, а внутри блинного торта мазать удобнее все-таки обычной столовой ложкой. Так что имейте в виду. Теперь мы накрываем вот этим вот свисающими блинами, которые мы оставили вначале, наш блинный тортик. Вот так вот. Аккуратненько. Наш тортик пока выглядит так, чтобы он сверху у нас такой придавился и не разворачивался, мы берем блюдечко, его слегка вот так вот прижимаем, чем чуть-чуть, и выбираем в холодильник хотя бы на час. Друзья, посмотрите, какой красивый у нас получился тортик, главное его делать очень легко, и он такой вкусный. Мы уже тут начали пробовать, это получилось просто волшебно. Смотрите, крем очень хорошо пропитал коржи блинные. Если он постоит еще пару часов, он будет просто идеальный. Мне кажется, наш блинный тортик удался. И крем для этого рецепта можно использовать любой, не обязательно такой, как я показала на видео. Можете, например, взять сыр маскарпоне, смешать его с сгущенкой. Мы там готовили блинный тортик в том году, получается тоже очень вкусно. В общем, здесь все на ваше усмотрение. Главное, чтобы крема было достаточно много, чтобы блинные коржи у нас хорошо пропитались. Тех поздравляю с масленицей, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому рецепту и пишите ваши отзывы. Пока!